Салям, Казахстан, Кыргызстан. У нас сегодня Урмат Джанабаев с Бишкека. Урмат, по сути, находится сейчас на боевом посту, охраняет вместе с другими народными дружинниками, а торговые центры от мародеров защищает. И получается, синхронно произошла третья Кыргызская революция и одновременно сразу же нейтрализация всех негативных процессов, которые должны сопровождать каждую революцию. Привет, Урмат. Здравствуйте, Ирмат. Урмат, вообще, в принципе, у казахов есть имя, которое похоже на твое, наверное, имеет один и тот же смысл. Для казахов Урмат это то же самое, как для казахов Курмет. Да, да. Так и есть. Вот, Урмат, значит, в принципе, немножко поясни свое видение, как ты видел вот этот избирательный процесс, который длился два месяца. С одной стороны, огромный, значит, позитив в виде того, что автоматизированная система сняла проблему с подсчетом голосов, с двойным голосованием, но осталась гигантская проблема, которая увеличилась еще сильнее с подкупом избирателей. Вот эта проблема вторая, она и взорвала итоги выборов. Как, с твоей точки зрения, было плюсы и минусы? Что послужило с вчерашним событием? Ну, смотрите, там, получается, недостаток этой системы, в принципе, она очень надежна, потому что там практически невозможно совершить вброс, как это обычно делается, когда урны не электронные, а такие обычные, стеклянные. То есть раньше могли выбрасывать пачками, сейчас это невозможно, потому что она принимает по-лисски одному, и за счет большого количества наблюдателей, там, вбросы такие, ну, осуществить трудно. Но недостаток этой системы в том, что есть так называемая форма номер два. По этой форме, получается, люди, даже не проживая, скажем, не будучи прописанными, скажем, бишкеки, они берут эту форму и могут проголосовать бишкеки. То есть эта форма предоставляет им право голосовать там, где они живут фактически. А как это влияет на фальсификацию выборов? На фальсификацию выборов, это, ну, грубо говоря, человек, продавший свой голос, они, как правило, в форме номер два. Ну, во-первых, получается, в целом, за счет этой формы покупали избиратели, которые, как правило, не ходят на выборы, но это очень большая прослойка. И, соответственно, если ты голосовал по форме номер два, то процентов практически на сто. Это было доказательством того, что ты продал свой голос. Но юридически это же недоказуемо. Да, это недоказуемо, но это было... Многие вещи, которые недоказуемы юридически, фактически они, как бы, доказуемы. Потому что это все происходило на наших глазах, были массовые подвозы. Люди, которые, скажем, голосовали за провластные партии, они были в масках, с такой меткой, на маске. Это говорило о том, что, то есть, сотрудник избирательной комиссии, он понимал, что этот человек продал свой голос. Это был таким, как сказать, такой меткий, да. И, соответственно, этому человеку выдавали бюллетень уже с проставленной галочкой. То есть, он... Они, как бы, перестраховывались, и тем самым человек уже не мог, скажем, поставить галочку. А есть какие-то видео, которые, в принципе, это все зафиксировали, все вот эти подкупы? Да, видео очень много, просто колоссальное там количество. Вот я, например, просил своих подписчиков скидывать мне видео, ну, подвозов, какие-то фальсификации, то есть, того, как люди снимают, все на фотографию. Потом вот, как правило, возле многих участков стояли люди со списками избирателей, которые продали свои голоса. Они давали, там, часть суммы до того, как человек хотел голосовать. Потом, после того, как выходил из участка, давали оставшуюся часть. То есть, и они, как бы, ставили галочки на против фамилий. И такие люди практически были на всех участках. И это все происходило у людей на глазах, и все это видели. А вот смотри, Урман, вот представь себе, что я, допустим, ну, с Нарынской области, с самого дальнего района, с глухого аула, приехал по безработице в Бишкек. И, естественно, у меня прописка Нарынская, я не могу голосовать в Бишкеке. Но я работаю уже три года в Бишкеке. Для меня форма 2 – это единственный способ проголосовать. Да, ну, вот, в целом, это, как бы, достаточно оправданная мера. Но именно, как бы, этой лазейкой воспользовались провластные партии. А как решить проблему? Вот, условно говоря, отменили выборы, да, условно говоря, по сути, из-за формы 2. Но новые выборы будут снова с этой формы 2. Как ты думаешь, что надо в законе поменять? В целом, конечно, наверное, все-таки, можно было бы даже ее отменить, потому что она не принципиально влияет на ход голосования в этой форме. Человек, который, вот у нас многие люди, ну, в принципе, это такое событие, которое случается раз в 5 лет, да. И ради этого любой ответственный гражданин, он должен найти время проехать, скажем, себе в Нарын. У нас сегодня будет республика не такая большая. Поехать домой, проголосовать и вернуться. Просто фальсификации были настолько, критическая масса была превышена значительно. То есть это... Мы знали, что будет фальсификация, фальсификация всегда бывает. Но они, как правило, незначительно влияют на исход голосования. А тут была просто, ну, критическая масса была превышена во много раз. И можно было смело говорить, что эти выборы были, как бы, и спортсифицированы. Я слышал, что выборы новые будут назначены в ближайшие две недели. Это так? Насчет этого я, честно говоря, еще не в курсе. Вот мы сейчас, сейчас нам не до этого. Сейчас мы, я даже, честно говоря, так редко захожу в соцсети, не отслеживаю практически новости, потому что наша основная задача сейчас отстоять Бишкек, чтобы не было нигде ни мордерств, ни актов... А какие-то магазины уже грабили? Вот, слава богу, знаете, просто эта революция, она отличалась от предыдущих тем, что в ней участвовало очень много городских ребят. То есть, как правило, абишкекчане, они всегда оставались в стороне. Когда вот были предыдущие две революции, скажем, при Акаеве, в основном это были те люди, которые приехали с южных регионов. И, соответственно, как бы балконские стояли... Вот нас как бы... Городских называют еще балконскими. Но это люди, которые как-то имеют напрямую отношение к балкону. Это не люди, которые живут в частных домах, а вот именно в квартирах. Поэтому городских нас называют балконскими. Балконские всегда наблюдали за революцией. То есть, их не надо путать, значит, с графом балконским, который был на Бородино. Нет, нет. Он взаимосвязывается. Поэтому... А вторая революция, это получается наоборот. Приехали с северных регионов, там в основном снесли бы Киева, и балконские опять остались в стороне, да? А тут, получается... Вот я, например, когда мы свергали вчера Джеймбекова, и, ну, получается, у нас есть такой серый кардинал в Кыргызстане был. Это Реймбек Матраимов, это таможенник, миллиардер, да? Ну, мы, грубо говоря, ну, получается, от Джеймбековов можно ставить знак равенства с этим таможенником Матраимовым, да? Когда мы вчера свергали, было... Процентов 50 было городских, 100%. Ребят, и плюс того, что в революции участвовали городские, это люди, как правило, если они приезжают с регионов, то, ну, это все равно, как сказать, сопровождается определенными трудностями, да? Это доехать до города, там, потом, скажем... Городские, они могут сходить домой, покушать и обратно вернуться. А приезжие, то есть, если на месте... Да. Алло, что-то мы позвонили? Да-да-да. Городские, они как бы... Ноги вышли на улицы, при этом они могли периодически забегать к себе домой, там, как бы, кушать и обратно... То есть, они более мобильные? Да-да, более мобильные. И... Очень много было их. Ну, вот смотри, вот... Меня больше всего волнует, как получается, что новые выборы, если назначат, то их бесполезно проводить, если не будет поменять изменен закон. Если не будет изменений в законе, то и бесполезно проводить выборы. Это будет снова такая же херня. Формат? Да, мне звонят после миссии. Я говорю, что без изменений закона это будет снова бардак. Да. А что нужно поменять в законе? Вот представь, что нас будет слышать тот самый парламент, который будет принимать законы, который послушает наши аргументы с тобой. Что ты думаешь? Я понимаю, что у тебя сейчас тревожная ситуация, и ты сейчас находишься в не самом теплом месте, поэтому тебе трудно задумываться о законе, но, тем не менее, у тебя есть какие-то размышления на эту тему? Смотрите, у нас, получается, какая ситуация произошла. Большинство адекватных людей, они выступают вообще за то, чтобы первым законопроектом, который должен принять парламент, как уходящий, так и, может быть, приходящий, это закон иллюстрации. То есть, чтобы все люди, которые до этого находились во власти, они не имели права больше баллокироваться и вообще принимать участие, занимать государственные должности. Но получается так, что опять, как всегда, сейчас плодами революции пытаются воспользоваться те же самые старые политики. Вот мы сегодня с утра наблюдали очень смешную картину. Там, получается, партии объединялись там по три, по четыре, по пять и объявляли там, скажем, гемпрокурора своим, да? То есть, они ставили свой человек и говорили, типа, гемпрокуратура наша. Там кто-то говорит, мэрия наша, кто-то говорит, там, ГКНБ наша. То есть, это такая, как бы, царь горы у нас игра, получается, да? Кто, как бы, забрался на горы, тот, как бы, самый крутой. А кто первым занял здание, тот и министр. Да, но при этом на это здание, для того, чтобы сместить того, кто занял это здание, собираются такие силы и, естественно, штурмуют здание, чтобы отбить, как бы, предыдущих хозяев, ну, в кавычках, хозяев, да? И мы за всем этим наблюдаем. И борьба такая ведется, в основном, между старыми политиками. Ну, вот смотри, сейчас я увидел такую вещь, что Садр Жапаров из партии Барбол, Абдульдаев Махтабек, они с одной партией занимают официально посты премьер-министра, исполняющей обязанностей, и председателя парламента Жугаду Кенеша. Получается, 16 партий, получается, в стороне остаются. Эта партия официально не получила ни одного, как бы, мандата депутатского по этим выборам. Но почему-то она присвоила себе и парламент, и правительство. Что творится на самом деле, непонятно. Ну, это, знаете, это произошло из-за того, что очень много сторонников Садыра Дяпарова приехало в город, и они вот, как бы, своим присутствием оказывают давление, вообще, на все, что происходит в стране. И, ну, и при этом, как бы, просто никто не хочет сейчас с ними ссориться. Ну, блин, как сказать вам? Ну, скорее всего, я так думаю, это все-таки временные должности, поэтому многие люди сейчас, как бы, понятно понимают, и из-за этого такой сильной борьбы не ведется. Угу. Понятно, а... У нас такая каша, я сам многих вещей не могу понять. Сейчас, по-моему, никто ничего понять не может. Вообще происходит какой-то полнейший бардак, да? Ну, я, по крайней мере, как бы то ни было, я рад, что мы убрали, как бы, Джеймбекова, убрали Матраимова. Мы очередной раз заказали... А Джеймбеков раз не подал в отставку? Ну, это уже не имеет значения. Это, знаете, он может сейчас сидеть где угодно, и говорить о том, что он легитимный президент, но это никак не влияет на то, что в стране происходит. Потому что, вот я как слышал, он, получается, они уехали к себе на юг, собрали там сторонников, как бы, анти-революции, ну, как контрреволюционный, как бы, такой митинг они создали. И, естественно, там все были куплены, но в какой-то момент, в какой-то момент, даже там они не нашли поддержки, и люди, которые выступали против Джеймбекова и Матраимова, они в итоге, в конечном счете, прогнали сторонник, их сторонник. Ну, а как ты думаешь, вот эти партии, кто-то говорит, что три партии, которые выиграли, они не должны участвовать на выборах. А как это можно сделать легитимным путем? Отстранить их? Получится ли это? И нужно ли это? Может быть, есть какие-то другие, более эффективные способы отстранить, ну, скажем так, преступников? Это требование было до того, как произошла революция. То есть, как бы, мы давали президенту шанс обойтись, как бы, без революции, да? То есть, можно было... Если бы он согласился на наши условия, то, соответственно, он бы усидел, но эти три партии уже не участвовали бы. Но, получается, он, как бы, не всерьез воспринял требования битингующих. Сейчас такое... То есть, люди от этих трех партий, они в любом случае, никто из них уже не пойдет. Они уже все спрятались по нормам своим, и сейчас их основная задача – это просто не попадаться в поле зрения. Если, не дай бог, кто-то из них где-то насветится, он просто может лишиться вообще всего. Поэтому они сейчас... Их основная задача, как бы, спрятаться и сидеть тихо. Я просто... Мне очень жалко, как много олигархи потратили деньги, и теперь эти деньги ушли в пистую. Да, да. Обнудились? Мне, честно говоря, не жалко. Мне, наоборот, я радуюсь, когда об этом... Потому что, ну, потратили очень большое количество денег, и при этом оказались вообще ни с чем. То есть, их просто тупо прогнали. Ясно. Они совершили плохую бизнес-сделку. Если они рассматривали политику как бизнес, то они провалили свою торговлю. А что ты думаешь по поводу Бабанова, Тикибаева, которые сформировали Координационный совет? Я вообще... Я за иллюстрацию, поэтому, ну, соответственно, можно сделать выводы, что я думаю. А как вообще общество думает? Насколько популярны идеи отстранения стариков? Идеи отстранения стариков, они очень популярны, и на самом деле это самая популярная сейчас идея. Но проблема в том, что у старых политиков, у них есть, как бы, тоже человеческий ресурс, материальный ресурс. Соответственно... А как правило, люди, которые против старых, за иллюстрацию, они не так активны, и просто, ну, как бы, они высказываются с точки зрения, сидя дома на диванах. Ну вот, смотри, что ты думаешь в отношении того, чтобы сократить срок, если, допустим, будет принят закон, что будет парламент выбираться и депутаты, и городского, и всех уровней не на пять лет, а на два года, как в Америке? Это позволит очень сильно ослабить накал вообще борьбы, и у олигархов будет отбита охота каждые два года выбрасывать деньги. Кстати, неплохая идея. У нас, кстати, можно сказать, в своей партии мы хотели сделать так, чтобы, скажем, у нас депутаты избираются на пять лет, мы хотели, то есть, в зависимости от того, сколько человек пройдет в парламент, ну, скажем, если от нашей партии проходит 10 человек, то эти 10 человек сидят только два с половиной года, потом они уступают место другим десятерым из нашей же партии. То есть, в принципе, мы такую меру хотели внедрить, но на уровне своей партии, не на уровне законодательства. У вас называется реформа? Реформа. Ага. Ну вот как раз через два часа у меня ваш тоже сторонник будет через два часа отдавать интервью, Асхат Докимбаев. Он в Америке находится, штат Огайо, и хочет приехать в Пешкек по поводу этих событий. Теперь смотри, есть еще такая мера в мире, в некоторых парламентах она применяется. Вот, условно говоря, подкуп избирателей, это связано как раз со слишком большим количеством бизнесменов в кыргызской политике. И в некоторых парламентах мира приняли такую меру, после которой большинство бизнесменов отказалось идти в политику. Закон, по которому депутат, который выиграл выборы и должен стать депутатом, он должен до того, как получит депутатское удостоверение, должен продать с открытого прозрачного аукциона свои коммерческие активы. И получается, при вступлении в должность, он уже не бизнесмен, и он не может лоббировать никакие коммерческие интересы, потому что у него нет материального интереса лоббировать. Мне кажется, это очень классный закон, но его, мне кажется, даже если такой закон у нас примут, его в любом случае обойдут, потому что у нас на тех, кто баллотируется, записана, как правило, там какая-нибудь старая иномарка, и, не знаю, как правило, они все бомжи. А в Украине приняли против этого закон интересный, по которому, значит, любые там правоохранительные органы, если по прослушке, по любым моментам увидят, что он фактически руководит каким-то коммерческим активом, который записан на третье лицо, то по закону Украины этот человек считается хозяином этого бизнеса. То есть, получается, они считают коммерческие активы не то, которые напрямую оформлены на него или на родственников, но и те, которые фактически его являются по, исходя из всего материалов, которые есть, там, управление, звонки, руководство. Ну, то есть, когда неделями он звонит и дает команды директору, фактически это быстро признается, что это его бизнес. И, то есть, в принципе, не обязательно считать юридически собственником этого компании, чтобы признать бенефициаром. И они считают, главное, чтобы он был бенефициаром, не обязательно собственником. И вот этот закон фактически лишает возможности быть депутатами таких людей. Я думаю, вот опыт международный, вот в этом плане, надо просто скопировать украинские другие законы, и тогда бизнесмены, олигархи, у них уже не будет интереса приходить в депутаты. В этой связке, конечно, он, наверное, более эффективный закон будет. Ну, просто у нас сейчас опять пришли старые политики, и вряд ли у них хватит политической воли принять такой законопроект. А вот если на митингах это будет как бы осмысленно и принято, то я думаю, тогда никакие старики сопротивление оказать не смогут. Ну, смотрите, знаете, вот в целом, что мне нравится, скажем, да, как говорится, Москва не сразу строилась. То есть после каждой революции есть какие-то подвижки, небольшие, да, но при этом в сторону как бы улучшения. То есть сейчас, например, уже, когда была вторая революция, вопрос о иллюстрации не стоял так остро. Сейчас, после третьей революции, получается, ну, это тема номер один иллюстрации у нас. Поэтому если, конечно, опять, не дай бог, да, кто-то возомнит себя там каким-то крутым президентом, или, я не знаю, кем угодно, если будет еще, например, четвертая революция, то уже старые политики однозначно не смогут пройти во власти. То есть в целом, после каждой революции у нас граждане становятся как бы увереннее и осознают свою силу, да, силу свою... То есть, в принципе, в Кыргызстан будет суперкрутой республикой после десятой революции, да? Ну, конечно, будем стараться сделать это как бы без революции. То есть как-то... Ну, в целом, знаете, вот развитие соцсетей, скажем. У нас уже появляются блогеры, которые доносят... Ну, благодаря свободе слова вообще, да, то есть как бы получается менять сознание людей, что, вот, скажем, наша партия, да, мы появились буквально за месяц выборов, но благодаря нашей такой позиции, непримиримой там по отношению к старым политикам, к старым чиновникам, в целом то, что у нас абсолютно новые лица, у нас не было ни одного старого политика, к нам хотели присоединиться старые депутаты, мы всем отказали, и вот благодаря этому мы набрали достаточно большое количество голосов в процентном соотношении, порядка, там, по-моему, двух процентов, при проходном бале, там, семь процентов. Ну, для партии с месячным, как бы, с месячной... Ну, партия-то появилась давно, но в целом активно раскручивать ее стали мы буквально за месяц до выборов, и это очень результат, это все признают, потому что все, скажем, у нас такой краудфандинг, это было новшество, впервые в истории Кыргызстана мы собрали деньги на избирательный залог, на какие-то минимальные нужды партии. Это про 64 тысячи долларов, да, вы говорите? Да, да, да. Вот смотри, Урмат, как ты думаешь, вот семь процентов, это не слишком высокий порог? Конечно, это очень высокий порог. А о какой цифре говорят, на какой степени, вот, на митингах говорят, снизить нужно проценты? Наше требование было, по-моему, до трех процентов. Три процента, я посчитал, семь процентов проходит четыре партии, семь процентов проходит еще, по-моему, четыре-пять партий. Ну, получается где-то семь-восемь партий. Если было бы три процента, то, наверное, не было бы такого сильного возмущения. То есть, Джеймбеков, если бы поставил бы три процента, он бы проскочил бы вот этот кризис. Да, да, однозначно. И в целом, смотрите, глупость этой власти в том, что они парламент, ну, просто наплевав вообще на здравый смысл, протащили с сумасшедшим перевесом свои две партии, даже три партии, скажем. Провластная партия Перебег набрала 46 голосов из 120. Партия вот этого Матраимова, миллиардера там, 45. Они в одной связке работали все. И партия Кыргызстан порядка, то есть, десяти мест. И там, ну, грубо говоря, оппозиционеров осталось 10 человек. Соответственно, они ни на что не могли уделять. И вообще, для баланса им однозначно нужно было пропускать там несколько оппозиционных партий, чтобы однозначно люди не вышли бы на революцию и как бы удовольствовались бы под результатом. Вот интересная ситуация. У них жадности, как бы, ну, это не тот случай, когда, можно сказать, жадность Фрая разбибила. Они хоть и настолько доминируют, чтобы не учлить эти моменты. Да, будет здорово. Надеюсь, все будет у вас хорошо. Я надеюсь, в ближайшее время мы спокойно уже в кабинете осмыслим настоящую реформу выборного и конституционного законодательства, чтобы можно было подумать, как сделать так, чтобы политический кризис был преодолен нормально и грамотно. И пока белорусы все восхищены от вас, и украинцы здесь все передают привет. Так что, я думаю, Казахстан рядышком с вами, он с надеждой смот надеется, и что в этом году у нас выборы будут. Надеюсь, 10 января, в день голосования, у нас тоже произойдут большие изменения, и мы сейчас сильно воодушевлены революцией в Кыргызстане. Берите с нас пример. Мы лишаем судьбу президента за одни сутки. Ты видел шутку, да, наверное, там, что москвичи просят вас за два часа сделать революцию в Москве, а Кыргыз отвечает, у нас в очереди СНГ, пол-СНГ, поэтому вы пока в очередь вставайте, мы должны сделать всем по очереди. Я еще слышал такую шутку, что, как правило, на постсоветском пространстве ОМОН прогоняет митингующих, а в Кыргызстане митингующие прогоняют ОМОНовцев. Кстати, Женебеков сделал большую глупость, что послал ОМОН на разгон митинга на центральной площади. Смотрите, там какая ситуация была. До этого у нас бывали такие небольшие митинги, и они в эти митинги внедряли своих провокаторов, которые провоцировали, скажем, столкновение с милицией. И, соответственно, количество митингующих из-за того, что было небольшое, милиции удавалось подавить митинги и в целом всех неугодных арестователей, административных штрафов какие-то. А тут людей было очень много, и провокаторы, кстати, были с их сторон. И было большой глупостью спровоцировать такую массу людей на провокации, и, соответственно, люди поняли, что их намного больше, чем милиционеров, и, естественно, никто не убежал, все стояли до конца. Ну вот, а что думаешь относительно того, что в стране в принципе можно отказаться от поста президента и переходить в парламентской республике? Или пока это... Ты за? Да, конечно, конечно. И потом, я слышал, вчера подал в отставку очень много чиновников, в том числе брат Матраимова в районе в каком-то, и речь шла об отставке боже мой мэра Бишкека. Выборы Бишкекского Кенеша и мэра когда, в принципе, вообще планируется? У него строк есть или, в принципе, Кенеш не собирается уходить? Выборы гор Кенеша у нас должны быть весной. Мэр написал заявление об отставке. Так. И получается, Кенеш будет в следующем году? По-моему, Кенеш как-то законным способом тоже он может сложить полномочия свои. При этом, если бы мэр не подал в отставку, то депутаты городского Кенеша были готовы выразить вот им недоверие им. То есть, мэр в любом случае ушел бы. Но там, по-моему, это же провластные партии внутри Кенеша? Да. Да, это были провластные партии. Получается, его нужно тоже, по-моему, обновить. И, по-моему, реформа, которая опирается именно на городских и больше как раз на бишкекских, она имеет шансы войти туда сильно? Да. даже больше, чем парламент. Ну все, Урмат, я желаю большой удачи вам. Надеюсь, мы через неделю встретимся и обсудим спокойно по Конституции и по закону о выборах. Хорошо. Спасибо. Саня. Давай. Вам тоже. Спасибо. Спасибо.